Так, у меня сейчас очень много контроллеров, поэтому я покажу сразу же, как все это я делаю одним дублем. Итак, вот обычный разъем XT-60 и... не помню, как он правильно называется, тоже 60-й. Соответственно, все это паяется. Желательно все это вот так вот термоусадочку усадить, но на самом деле термоусадка не очень обязательно, потому что все это будет в дальнейшем вот так вот термоклеем заливаться. То есть, когда мы заливаем термоклеем, он проникает между контактов и, соответственно, будет тоже служить изоляция. Вот здесь вот, видите, забыли одну термоусадочку надеть. Сейчас клей туда затечет, и внутрь разъема затечет, и между контактами затечет, и все будет хорошо. Причем, видите, достаточно все неаккуратно намазано, просто вот какое-то количество намазано термоклея. Дальше идет обычная термоусадка. Просто я надел, все. И дальше, соответственно, после того, как я начинаю прогревать, термоусадка очень плотно огибает, обсаживается вокруг разъемов, и весь термоклей, который вот здесь вот есть, его термоусадка как бы разглаживает. У меня получается вот здесь вот такой вот хвостик из термоклея. То есть, я могу брать за разъем, я могу брать за термоусадку, здесь внутри полностью термоклей. И очень удобно выдергивать. То есть, не надо за вот самый краешек, за самую пимпочку разъема тащить. Можно тащить за хвостик, и провода не вырвет. И все там внутри полностью заизолировано. И дальше, соответственно, с этой стороны тоже чуть-чуть термоклея наношу. Но здесь уже надо аккуратненько размазать. Здесь надо, чтобы все это сильно не выступало. И потом уже получается вот такая вот история. То есть, сюда вот кусочек надеваю термоусадки. Все это прогреваю. Вот так вот термоклей выдавливает. И получается абсолютно герметичное соединение. То есть, вода туда не попадет. Все это очень просто, прочно, жестко. Провода защищены вторым слоем вот этим термоусадки. То есть, от порезов, от всяких дефектов и так далее. Получается прикольно. Дальше, по поводу донышек. Раньше у нас донышки были обычные. И мы на них надевали вот просто самодельные вот такие вот жестянки, в которых прорезали отверстия. Знаете, да, что обычно просто куча проводов торчит. Мы решили сделать вот такие вот разъемы, красивые, герметичные. И просто вырезали из жестянки вот такую штуку. А потом нам на лазере один хороший человек нарезал вот такие вот штучки, согнул их сразу. Смотрите, как аккуратно. Алюминий и лучшая проводимость, и герметичность, и все очень красиво, аккуратно. Так что вот можно любой контроллер все равно доводить, скажем так, до ума. Все это вот герметизировать вместо обычного пучка проводов, который просто торчит наружу. Можно сделать вот такие вот аккуратные и красивые разъемы.